Приветствую вас. Начать я бы хотел с того, что вы как такового вопроса не задаете. То есть вы написали текст, вы описали ситуацию, но чего вы хотите от психологов? Понять свою массу, понять причины ее поведения, это одно. Поменять свое поведение, это немножко другое. Разобраться в отношении с мужем, это третий. Понимаете? Понимаете? Подумать о себе, о своем личностном росте, о развитии, о том, чтобы двигаться самостоятельно к определенным целям, которые вы сами себе будете ставить. Это четвертое. Чего вы хотите? Вы говорите, что вы не понимаете свою массу, вы говорите о том, что если у вас какие-то проблемы, она пытается все выяснить, и я не хочу это рассказывать, потому что знаю, что за этим последует, но все же. Вот это вот у вас, но все же, но все же, что? Если вы знаете, что за этим последует, если вы знаете, что она будет вас критиковать и говорить, что вы не такая, как все, что вы недостаточно умная, недостаточно общительная, дальновидная и прочее, то зачем говорить маме, что у вас проблема? Ну, скажите, что никаких проблем нет, и все. Ради чего вы ей это все рассказываете? На что вы надеетесь? Далее, вы говорите, что вас это обижает. Очень интересный момент. Если вас это обижает, значит задевает. То есть получается, что то, что говорит вам ваша мама, вас задевает потому, что находит отклик у вас. То есть вы в глубине души, возможно, боитесь того, что она права по отношению к вам. Так чего обижаться-то тогда? Не обижаться надо. Тут нужно свое поведение корректировать, тут нужно свое отношение менять. Это во-первых, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было удобно, чтобы вам было, как бы, чтобы у вас было ощущение, что вы максимально эффективно двигаетесь по жизни, но не обижаться на маму. Вы знаете, обида это такой десектор того, что вас задевает. Это означает, что что-то вы в себе не принимаете. Поживаете, так как бы, глаза на это. Как бы, избегаете. И когда человек, в данном случае, ваша мама, вам это говорит, вам это неприятно. Тут, конечно, есть и еще другие аспекты. Например, это вы чувствуете себя беспомощным, это вы чувствуете себя маленькой девочкой, это вы чувствуете себя ребенком и так далее. Но это, скорее, уже ассоциации. И с ними можно и нужно работать немножечко по-другому. Для этого необходимо изменить ваше представление в целом о своей маме. Но сейчас вы видите ее только как родителя, только как довольно агрессивного родителя, только как довольно своенравленного родителя, который, ну, возможно, не дает вам любви, не дает вам поддержки и так далее, и так далее. Но вопрос в том, а может ли она ваша мать это вам дать? Вопрос заключается в том, а почему она так себя ведет? Понимаете ли вы причину ее такого поведения? Что, например, у нее, вот, с вашим папой, папой, она на него кричит? Как обстоят дела с ее реализованностью, с ее удовлетворенностью, понимаете? Вам нужно постараться посмотреть на нее, на свою маму, как на человека, а не как на родителя. Значит, и тогда вам станет понятна причина ее поведения, почему она рассказывает по телефону, например, вашему мужу, что вы ему не нужны. Вот. Значит, далее вы говорите о том, что у вас с ней скандал, вы нас сейчас, в общем-то, подрали с Дашей, и теперь она ходит полтора месяца, административно кривит лицо, хлопает дверями и кидает подшипку. Ну, здесь опять же непонятна ваша позиция. То есть, например, например, считаете ли вы себя виноватой в этой ситуации? Считаете ли вы, что поступили неправильно? Считаете ли вы, что можно было по-другому поступить? Считаете ли вы, что в данном случае на вас лежит как бы часть ответственности за то, что произошло? И опять же, если вы хотите быть мудрее своей мамы, если вы хотите быть умнее своей мамы, если вы не хотите быть такой, как она, то меняйте свое поведение или начало изменитесь перед перед ней. Изменитесь за то, что вы сделали. Это первое. Второе. Никогда не опускайтесь до ее уровня. До нее на ее уровень не опускайтесь. Не вступайте с ней в конфликт, не вступайте с ней в полемику, не вступайте с ней в дискуссии и так далее. Это не имеет смысла. Она вас там всегда выставит виноватой во всем и неправой во всем. Далее. А предъявите с тем, чего вы хотите от нее. Вот это вот вообще, ну все же, это вот, мне кажется, самая главная проблема. То есть вы рассказываете своей маме, зная, что за этим последует, но все равно говорите. Наоборот, для чего? И почему? У вас нет подруг, вы не умеете справляться с проблемами сами, что вы рассказываете своей маме о них и так далее. Ну вот с этим вот нужно разобраться, потому что вполне вероятно, что у вас есть обиды на маму и обиды идут еще из детства. И как бы с этим нельзя разбираться. До тех пор, пока вы это не разберете, ну у вас будет вот такая вот реакция недостаточно правильная. Далее. Вы пишетесь. Да мне и так очень, не очень легко в моем положении. Я готовлю, убираю, все потом и делаю, работаю, мы помогаем, но он чаще на работе. Ну вот здесь, знаете, вы как бы себя жалеете и считаете, что мама должна вас поддерживать. Это тоже ошибка. Я понимаю, что вам тяжело, но если вам тяжело, можно нанять там домработницы, например, да, чтобы вам помогало, чтобы у вас было больше свободного времени. Если вы не беременны, то когда родится ребенок, можно жалову нанять. Понимаете? То есть, вот такие использовать средства для облегчения своей жизни. Но ни в коем случае не стоит ожидать и требовать помощи, да, от человека, который вам эту помощь дать не может. В частности, например, от своей мамы. И тут она ведет себя так, как вы говорите, ей пися 3, она ведет себя как будто ей 14. Связано с тем, что она действительно чувствует, что она теряет значение, она действительно чувствует, что стареет, она действительно чувствует, что ее жизнь заканчивается, и что она становится никому не нужна. И отсюда у нее проблемы. И вы либо проявляете просто полное безразличие к ней, либо пытаетесь найти точки, даже не в соприкосновениях с ней, а пытаетесь понять, как вы можете своей маме помочь, направить ее в нужное, правильное русло. Это вот тоже очень важный, на мой взгляд, момент. Далее вы говорите, что я, конечно, тоже не подарок, бывают зашкоки, но стараются не лезть на разон. Зашкоки какого плана? Что это зашкоки? Какие противоречия? Почему? Со всем этим опять же нужно разбираться. Когда я поняла, что мое поведение стало таким же, как у моей мамы, я это себе признал, я стал бороться. Как бороться? Понимаете ли вы, что с этим не нужно бороться, нельзя подавлять. Подавляя, вы делаете только себе хуже. Вы кратко провоцируете себя на агрессию и на невератическое поведение. То есть вы вытесняете свои желания. В действительности подавлять не нужно. Проблема ваша и вашей мамы в том, что вы неверно, неправильно реализуете свои желания, неверно, неправильно реализуете свои потребности, потому что, по-моему, возможно, вы их не до конца осознаете. Вот нужно это сделать и правильно их реализовывать. Возможно, стоит больше нести ответственности именно за себя, за свою жизнь, а не за... не через других это делать. Понимаете, вот такой момент тоже есть. Далее. Потому что с мужем, значит, стали портиться отношения. На психологическом уровне очень тяжело это переносить. А что именно тяжело переносить? Отношения с мужем, которые портятся, ну так можно разбираться в отношениях с мужем, такие проблемы, что можно сделать, как поменять свое поведение и так далее. Вы ведь копируете поведение своей мамы, которая кричит на вас, в отца? Ну и нужно подумать, почему она это делает, и не допустить наступление таких же обстоятельств и появление таких же мотивов, так поступать, как и у нее. Для этого нужно разбираться и с вашей мамой, и с вами. Далее, я часто плачу, и часто возникает мысль, что я ненавижу свою мать. Но понимаете, в чем дело? Вы считаете, что как бы во всех ваших бедах виновата ваша мама. Но в самом деле это не так. Да, она что-то заложила, да, она как-то на вас повлияла, но теперь ответственные для себя не все эти только вы. Вы, а не ваша мама. И поэтому ненавидите человека, вы демонизируете его. Демонизация это по сути тоже как идеализация, процесс, обусловленный мотивами. То есть вам нужно найти крайнего, вам нужно найти виноватого, это ваша мама. И все. Но это по сути проблема не решает. Ведь жить-то сам и вынести ответственность за себя, значит, нужно самостоятельно брать и говорить, нет, это не мама виновата, это я. Я не в силу ответственности, я чего-то не понимаю, я делаю что-то неправильно. И вот с этим нужно разбираться. И для начала все ваши внутренние противоречия связаны с мамой, связаны с ценностями, связаны с моделью женского поведения, с идеалом мужского поведения, с тем, для чего у вас, для чего вам семья и так далее. Вот все это нужно с вами опять же разбираться. Вы пишете, решили пока приехать к всей крови. Зачем, для чего вы не пишете. Надеюсь, там ко мне хорошо относиться буду. Зачем вам хорошее отношение? Почему вы хотите, чтобы к вам хорошо относились? Что вы собираетесь сделать для того, чтобы к вам хорошо относились? Понимаете ли вы, что просто так к вам хорошо относиться не будут? Эти вопросы остаются открытыми. И вот вы пишете, поделиться не с кем. получительных советов ни от кого. Папа вас поддерживает, но сделать ничего не может. А сделать что? Вот что, по вашему мнению, папа должен сделать? почему так получилось, что у вас не с кем поделиться? Это вот тоже важный момент. Получается, у вас проблема с социализацией, с общением, с друзьями, с построением отношений с людьми. Это тоже отдельный момент, на котором, кстати говоря, базируются ваши проблемы, ну, возможно, базируются ваши проблемы. Поэтому, пожалуйста, выбирайте эксперты и начинайте планомерно со всем этим разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok